Ура! Ура! Наступило лето! На улице зелено, светло и ярко! Ну и, конечно же, по многочисленным вашим просьбам и по многочисленным просьбам моих друзей, которые все говорят, чувак, там окрошка у тебя на канале есть, ссылка, кстати, будет внизу в описании, на окрошку, потому что мы делали ее в прошлом году. Если вдруг она кому-то не пришлась по вкусу или хочется чего-нибудь другого, вы пишите в комментариях. Итак, сегодня, по многочисленным просьбам, я буду готовить свекольник, холодник, как его еще называют, ботвинья, но там большое количество ботвы, у меня здесь всего лишь один свекольный лист. В общем, холодный летний суп на основе свекольного отвара. Итак, начинаем со свекольного отвара. Значит, вчера, накануне нашей съемки, я сделал вот что. Я взял свеклу в кожуре, молодую, сейчас на рынках у нас, слава богу, есть молодая свекла, можно старую, неважно, срезали там лишнее, что это все какашечки, промыли ее хорошенько щеточкой, положили в воду и добавили туда. Я так делаю. Не буду говорить, что там прочел я этого похлебкина, вы сейчас начнете все умничать и говорить о том, что так этот пишет, этот не пишет. Смотрите, что я сделал. В самом начале посолил, ни в конце, нигде. Я солю всегда все в самом начале для того, чтобы бульон был вкуснее, чтобы овощи уже были подсоленные. Я туда положил лавровый лист. Я туда положил, у меня тут на кухне всегда валяется, я использую часто в приготовлении пищи красный перец, попка валялась, я ее засунул туда, чтобы была легкая-легкая-легкая остриночка. Это мусор, да? Там у меня обязательно, уже почти разварился, зубчик чеснока. Можно закинуть туда маленький кусочек печеного лука. Главное, вот этот отвар, который вот из моего детства я помню, отвар был какой-то всегда постный. Просто вода со свеклой, это невкусно. Поэтому, если вы сварите вкусный настоящий отвар, у вас этот бульон будут есть так, что за ушами только будет трещать. Свеклу, которую я оставил в этом бульоне после варки под крышечкой, чтобы она остыла там за ночь, она тогда становится очень нежной и не такой высохшей, как если же вы бы ее достали, и она бы сохла на воздухе, я ее должен натереть на терке. Есть масса вариантов. Можно резать кубиком, резать соломкой. Кто кому как нравится, кто привык, в ресторанах извращаются мелким-мелким кубиком режут, ну, потому что в ресторанах куча поваров, которые могут делать это за шеф-повара. У нас есть бонус такой. Но в домашних условиях, конечно, чтобы там не мельтешить с ножом на кухне, делайте это на терке. Я сегодня, видите, в беленьком, по-летнему, по-настоящему. Я даже уже успел побывать в Геленджике. Кто следит за моим инстаграмом, там я очень подробно выкладывал и много всего. Немножко даже подзагорел. На югах, конечно, погода просто шикарная. И привез даже оттуда вот этот лавровый лист, который у меня был в бульоне, я там насобирал свежачок. У меня на окне целая корзинка, видите, стоит сушиться. Самый настоящий, свежий этого сезона лавровый лист. Я всегда говорю, если вы увлечены едой, приготовлением пищи, куда-либо едете, всегда смотрите по сторонам, что растет. Что растет, что можно нарвать. Лаврушка там, блин, в Геленджике на каждом углу растет. Никому она нафиг не нужна. Но мы жили в частном секторе, у моего тестя, поэтому там у них на огороде, конечно же, всего этого навалом. Посмотрите, бульон какого цвета получился. Очень красивого. Я в специально прозрачный стакан наливаю. Видите, какой? Прям супер-пупер. Опа. Что это такое? Это я так, для того, чтобы вы поняли, какого он цвета. Дальше. Обязательно огурец. Огурец свежий. Хотя, вы знаете, некоторые добавляют соленый. И говорят, что так гораздо вкуснее. Да, я согласен, это неплохо. Я иногда добавляю соленую капусту или маринованные томаты. Но я это делаю только исключительно в тех случаях, когда требуется от простого блюда какая-нибудь экзотика. Весной, в начале лета, конечно же, хочется свежести. И огурец это тот самый овощ, который нам дает свежесть даже зимой. Слава богу, в наше время уже и даже зимой мы можем получить огурец свежий без всяких проблем. Понятно, что летом он, конечно, со своего огорода гораздо вкуснее. Но вот когда у вас пойдут огурцы на огороде, тогда и используйте их в свекольник. Я стараюсь все резать так, чтобы удобно было есть ложкой. Так, огурцы складываю вот сюда. Следом у нас идет редиска. Редиски по желанию, сколько хотите. Я имею в виду, что кто-то любит побольше редиски, получается поострее блюдо. Кто-то любит поменьше редиски, блюдо получается так, лишь с ароматом. Я одну редисочку покрошу для проформы. Ну, вроде как должна быть. Потому что все-таки, конечно, холодные супы это в России что-то родственное с окрошкой. Поэтому редиска должна быть обязательно. Как-то так повелось исторически, что редиска у нас используется в наших холодных супах. Безусловно, этот рецепт, как вы уже поняли, я делаю для вас. И не буду ни опираться ни на какие традиционные рецепты. Я его сделаю, конечно же, со своим акцентом, со своей вкусовой гаммой и с применением своего опыта, которым я, в общем-то, у себя на канале и делюсь. Хотите написать, что что-то я делаю не так? Пишите, проблем нет. Я с удовольствием читаю ваши комментарии. Прямо реально с удовольствием. Вы видите, что я на них отвечаю. Если я дома, я отвечаю с компьютера. Если я не дома, я отвечаю со своего дополнительного аккаунта. Но главное, что мне очень интересно, когда вы пишете свое мнение. Потому что, безусловно, я же как шеф-повар не могу себя отнести к тем людям, которые говорят, да я знаю все. Блин, я вообще ничего не знаю. Но как, не то чтобы 100% не знаю. Знаю 2% всего лишь из мировой гастрономии. Всего лишь 2%. Вот этими двумя процентами с вами и делюсь. Смотрите, красный перец острый. Вообще-то не особо кто-то добавляет. Я это делаю для себя. Мне нравится острый перец. Я хочу, чтобы холодный суп был острым. Яйцо отварное нам понадобится так же для приготовления холодного супа. Оно нам создает нажористость. Кто-то писал комментарий на тему синих желтков. Вы знаете, вы их просто не варите там 20 минут. У него не будет у вас синего желтка. Я вообще всегда вот в окрошке, в какие-либо рекомендую яйца недоваривать немного. Для того, чтобы они у вас были не плотными и хрупкими. А чтобы немножко там желточек был мягкий. И он, знаете, как кремообразную такую составляющую дает. То есть он из яиц слегка недоваренных даже можно делать соус. Получается гораздо вкуснее. Гораздо. Яйцо вилкой просто разминаем вот таким образом. Смотрите, видите, какой желток у меня. Во-первых, он не синий, потому что я его слегка недоварил. И когда он немного такой влажный, это гораздо вкуснее, чем тот, когда он хрупкий и весь сыпется. Ну, я рекомендую вам делать именно так, потому что, на мой взгляд, это гораздо вкуснее. Это оставляем. Так, у нас здесь зелень. Вот смотрите, я использую свекольные листья. Кто-то их не использует. В некоторых рецептах говорят, что свекольные листья это для ботвинии отдельный вид супов холодных. Но вы знаете, когда есть у вас свекла отварная, почему бы не добавить туда больше витаминов? На мой взгляд, это получается гораздо вкуснее. Тем более, что если вдруг вы не в курсе, то из этого еще можно делать долму. Знаете, заворачивать или рулетики какие-то сюда фарш положили, завернули, на пар, на пару приготовили. Раз, диетическая вкусная витаминная еда. Обязательно стебелек, он нам даст дополнительный хруст, как огурец. Понятно, что если мы, можно ее балансширнуть, можно не балансшировать. Я оставляю ее сырой для того, чтобы получить больше витаминов. Все-таки весна. Значит, вот эту часть. Тут есть два варианта. Можно вырезать стебель, потому что со стеблем скручивать тяжеловато. А потом, когда у вас уже получилась вот такая вот штука, вы ее берете, складываете рулетиком. Свернули, аккуратно соломочкой нарезаем. Так, кстати, крупнолистовую зелень, зеленый базилик или красный базилик, можно нарезать вообще без всяких проблем. Так гораздо удобнее, чем там ловить все эти кусочки. Обязательно, так как лист у нас длинный, обязательно поперек еще разочек пройдитесь. И так как у меня порции немного будет, я это все отправляю сюда же, к огурцу и редису. О, какие ароматы, великолепие разносятся по кухне. У меня есть секретный ингредиент. Чаще всего я вижу по рецептам, что сюда добавляют колбасу. Фу, колбаса, это ужасно, это ужасно колбаса. Но что у нас в мире нету вкусных ингредиентов? Я поклонник индейки, вы знаете, я уже какое-то время назад вам говорил о том, что это очень правильное, диетическое, классное, самое обезжиренное мясо с большим содержанием микроэлементов, железа и кальция. И именно его я хочу использовать для приготовления свекольного супа. Но не все так просто. У меня филе грудки. Смотрите, я режу тонюсенькими, вот такими полосками. И складываю сразу в чашку. Это не займет у вас особого труда, я вас уверяю. Но такой лайфхак вы можете использовать в любых супах летних. Когда, например, часто муж приходит, или сын, или, значит, мама готовит, а они такие говорят, мать, ну что ты нам ботвы какой-то нашинковал, а нормальная еда есть? Но ведь хочется же понажорить, чтобы было. Так вот, мясо добавляйте. Вы можете использовать отварное мясо. Я использую индейку и с удовольствием с вами делюсь этой, как бы, историей. Смотрите, как раз внизу в описании есть ссылочка на сайт, откуда мне привозят эту индейку с Кемеровой. Там вы можете зайти, просто ознакомиться с тем количеством полезных всяких нюансов, которыми обладает индейка, как мясо, которое даже, даже может быть для детского прикорма. Почему? Потому что оно полностью гипоаллергенно. Что я делаю? Тимьян, чабрец, он, знаете, бывает сухой продается, не переживайте, любой. В общем, вообще рекомендую, когда лето наступает, высаживайте у себя в огороде, на подоконнике, на балконе, всякую травку-муравку. Знаете, как это помогает вам лето скрашивать? Витамины, ароматы, это же все вот тут. Тимьян сюда, обязательно. Чеснок. Обязательно чеснок, без чеснока. Я даже на такое маленькое количество, у меня чесночок старенький, молодого чесночка, я что-то пожирился покупать, он сейчас дорогой, еще не сезон пока. И, знаете, что у меня есть? У меня есть еще розмарин. Вот он растет на окне. Смотрите, берете и прям веточку. Такой розмаринчик просто-напросто рвем и добавляем сюда. Все, ничего сложного. Пару капель масла. И сковородогриль. Не надо сотню лет мариновать, это вот все, посыпали, поперчили по травке, вот, минута и все, пока разогревается сковорода. Самое главное, кусочки индейки должны быть максимально тонкими, для того, чтобы их можно было моментально обжарить. Но сковорода должна быть хорошенько разогрета. Прям ничего страшного, если у вас там, я и сам в роликах иногда говорю о том, что стряхивайте специи. В этом случае, я вам говорю, не стряхивайте ничего, потому что летом можно, во-первых, открыть окно для того, чтобы рассеялся дым, который образуется у нас при жарке. Травки, муравки и чеснок начинают подгорать, дают дымок. Это все похоже на костерок. И у индейки такой барбекюшный вкус образуется. И как только мы разложили всю индейку на сковороде, я тут же начинаю уже переворачивать. Потому что кусочки настолько тонкие, их нет смысла просто жарить там по... Знаете, как говорят многие блогеры в том числе, вы их бросаете ненадолго, но минут на 15. Блин, 5 минут в рамках гастрономии. Это огромное расстояние, огромное. Нельзя их жарить. Вот у меня, не знаю, секунд 30, наверное, прошло. С одной стороны 30, с другой. Главное, смотрите, чтобы мясо все побелело. Значит, оно приготовилось. Ну и для пущего вкуса, конечно же, обязательно мы не можем обойтись без горелки. Тарелочку перекладываю сразу в индейку. Вот даже господин продюсер говорит, что пока горелкой не жахнули, она не пахла так вкусно, как вот после горелки. Потому что огонь, конечно, делает с индейкой чудеса. Вы пишите очень часто в комментариях, где купить это, то... Да, безусловно, профессиональные ножи купить не так просто. Но такие вещи, например, как газовая горелка. То есть вот эта вот хрень, она стоит, блин, 200 рублей. Какая-то китайщина. Тут даже бренда никакого нет. Газ вот на любом строительном рынке, в любом строительном магазине, вот где его только нет. Я не знаю, даже, наверное, в самой захолустной деревне и то можно найти вот такую штуку. Это вообще никакая не проблема. Если вам сложно это сделать, просто наберите. Вот вы же меня смотрите в интернете. Наберите в интернете, где купить газовую горелку для продуктов. Или напишите газовый баллон плюс насадка для него. Индейку я режу, как бог на душу положит. Хотите соломкой, хотите не соломкой. В общем... Это просто божественно. Это божественно. Так. Индейка всему голова однозначно. Вообще, любой продукт вкусный, если вы вкусно приготовите. Там у нас был легкий, ненавязчивый спор на тему того, что кто-то там говорит, варите нужно под закрытой крышкой. Похлебкин пишет, мясные бульоны под закрытой, рыбные под открытой. Блин, вот... Вы можете троллить меня сколько угодно. Я вам могу сказать однозначно. Безусловно, я готовлю еду так, как мне позволяет мой опыт и то количество, те тонны книг, которые я прочел. Безусловно, я читал Пахлебкина, безусловно, и Малаховец там были, и Александрова Игнатьева, и иностранных шефов, которые в течение своей жизни переосмысливают те базовые рецепты, которые есть. И они вам говорят, что да, так вот кто-то в 1980-х годах говорил. Советская кухня, конечно же, отложила огромный пласт в нашем населении, что готовить нужно так. Но есть же у вас еще своя, как бы, как папа мой говорил, что своего тяму нету. Вы же, ну, сами додумывайте, как вкуснее. Замечайте, вы же готовите. Я, как повар, реально замечаю каждый нюанс, как я готовлю. Откладывается у меня на подкорочке, я записываю, ставлю галочку. Да, это вкусно, это невкусно. Да, вот это клево, это прикольно, это да, это нет. Значит, выкладываю все частями. Тут есть масса вариантов. Знаете, кто-то выкладывает, смешивает сначала все-все-все ингредиенты и потом заправляет все это бульоном. Я, как человек, как шеф-повар, как мы это делаем в ресторанах, я выкладываю в тарелку все по отдельности. В ресторанах приносят в чайничке отдельно бульон и при клиенте уже заливают, и клиент уже сам домешивает, досаливает и так далее. Я буду примерно так, только, соответственно, просто разнопланово выкладывать в тарелки. Смотрите, свеклы должно быть, конечно же, немножко больше, чем всех остальных ингредиентов, потому что все-таки это свекольник. Свекла у нас сладкая. Не забывайте, что в тарелке всегда должно быть сколько? Четыре вкуса. Сладость, кислота, сахар и соль. Ой, сладкая, горькая, кислое и соленое. Правильно? Правильно. Все знают. Смотрите, огурец, редис, чили, перчик и лист свеклы я вот сюда. Значит, потом обязательно добавляем яйцо, яичко добавляем, яички добавляем. Обязательно черный перец, как без черного перца невозможно. Смотрите, что у меня еще есть, как секретный ингредиент. А, ну, давайте вначале индейку, давайте ее куда-нибудь вот сюда. Индейки не жалейте, ее можно побольше, потому что без мяса многие люди вообще не могут жить. Смотрите, я сегодня был на рынке, продают нелущеный горох в стручках. Я его оттуда достал и хочу сказать, что вот это очень вкусное лакомство, оно наверняка везде есть. Я вот сам родом из Красноярска и передаю привет землякам. Ежу очень много по командировкам. Летом всегда везде продается вот этот нелущеный горох. В магазинах, на рынках, вот в овощных лавках. Поэтому, если он есть, используйте его. Если его нет, не используйте. В общем, посмотрите по сторонам просто, что у вас есть в магазинах в вашем городе. Но я считаю, что сладкий горошек в этом случае вообще отличное дополнение. Отличное. И зато, знаете, детям вашим какое задание. Так, сына, ну-ка, иди-ка сюда, давай лущий горох. И они прям сидят, едят его, лущат. Супер. Зелень обязательно без зелени никуда. Это все-таки русская какая-то история, да, такая наша традиционная. Поэтому обязательно лук зеленый, обязательно укроп. Самое, что ни на есть, русская зелень. Если стебли мягенькие, то можно использовать стебли. Если стебли жесткие, значит стебли не используйте. Я лука кладу немного только для того, чтобы был легкий аромат. Все это меленько нарубаем. В принципе, всей зелени должно быть достаточно много. О-о-о, вот теперь, когда лук с укропом режешь, я сразу вспоминаю деревню, где вырос станцию Вазеледеева в Красноярском крае, недалеко от города Красноярск. Как только вот эта вот зелень начинает быть, начинает нарезаться, яйца, зелень, сразу аромат окрошки и чего-то такого вкусного, деревенского, самого настоящего. Я обязательно добавляю зелень. Я это потом добавлю еще в чашечку. Я просто хочу сделать, чтобы было красиво. Все добавлять сразу не буду. И смотрите, какой у меня есть бонус. Это черемша. В Сибири очень много растет черемши, и в холодные супы в окрошке весной мы добавляем черемшу. Это, конечно, делают не все, немногим это нравится, но многим, многие прямо кайфуют от этого. Это все зависит от того, как вас приучили в детстве. Знаете, вы говорите, а у нас там не принято. Но вот в одной деревне не принято, в другой принято, в одной семье не принято есть птицу, только все на свинине сидят, а другая семья ест только баранину, например. Да, у всех свои предпочтения, безусловно. В окрошку или в холодный суп, или в свекольник, или свекольник, наверное, если свекла. Я добавляю только стебли черемши, только стебли. Потому что если мы добавим листья, там у нас будет, мы вообще невозможно будет его есть. А стебельки как раз дают нам хруст и самый яркий вкус, конечно же, в стебельках. Листья можно отправить на любой салат, в любой салат. Это будет, в них не так много вот этого аромата, и это все будет использовано по назначению. Самое главное, витамины внутрь, потому что лето. Вот смотрите, вот так мы сделали наш свекольник. Ах, как же это великолепно пахнет. Я что-то целый год не ел. Ну, не год, а целую зиму не ел таких вкусных штук. Но, значит, помимо всего прочего, еще нужно обязательно посолить. Потому что если не солено, невкусно. Не солено-невкусно, запомните. Обязательно нужно добавить туда ложку сметаны. Сметану кладите не очень густую. Почему? Ну, потому что густую сметану в холодных супах очень тяжело растворять. Берите 15%, можно даже 10%. Значит, я уверен, что половина людей скажут, да, конечно же, холодный суп нужно есть с майонезом. Пожалуйста, ешьте с майонезом. Тут же дело вот в чем. Есть очень простая народная мудрость. Я то, что я ем. Вот будете есть мою еду, будете таким же красивым, накачанным, улыбчивым и удивительным. Ну, это я сейчас простебал, типа, всех толстячков-поваров, да, блин, неудобно получилось. Ну, ладно. Ну, ребята меня просят, да. Я, в общем, за тем, что всегда нужно следить за своим питанием. Смотрите, какой красивый получился вообще отвар. Отвар какой великолепный. Просто шикарный. Всплывает. Лью, да, вы заметили, я лью через свеклу. Почему? Ну, потому что я свеклу натер, там уже сок пошел, и вот я докрашиваю как бы дальше. Это вот такие вещи поварские, я даже порой забываю вам половину даже сказать. Делаешь на автомате и забываешь сказать. Так, нужно теперь все это перемешать со сметанкой. Сметана, кстати, дает очень красивый такой, смотрите, горошек, как великолепно здесь смотрится. Вау. Солю аккуратно, потому что если, вот как я уже сказал, я бульон солил, поэтому я сами овощи, сами овощи солю немного. Но мясо я тоже солил. Все должны быть овощи посолены. В горошек я не смог соль внедрить, но следите, в общем, за этим. Это должно быть вкусно. Я вообще два раза в жизни все готовил свекольник. Это просто нереально. Это чистой воды ресторанный рецепт. Это безумно вкусно. Это очень полезно. Красиво и эстетично. Я вас уверяю, что если вы попробуете сделать так, как вот я вас научил, все будут просто приходить к вам за свекольником и говорить, пожалуйста, сделайте нам еще свекольника, еще. В общем, следите за своим питанием. Обязательно подписывайтесь и подписывайте ваших друзей на мой канал. Рассказывайте всем о том, что у меня интересное меню, у меня очень хорошая подача. Сам себя не похвалишь, кто еще похвалит. Ну и, конечно же, всего доброго. Лето началось. И, пожалуйста, наслаждайтесь этими солнечными деньками. Я надеюсь, у вас погода такая же классная, как и в Москве. Пока.